Саймон Беккетт «Запах смерти» Саймон Беккетт Июль 1929-го, апрель 2018-го, который всегда умел заглядывать вперед Глава первая Большинству людей полагают, будто им известен запах смерти Якобы разложение обладает хорошо различимым, легко узнаваемым, дурным запахом могилы Они заблуждаются Смерть — процесс сложный Чтобы некогда живой организм превратился в кучку иссохшихся костей и минералов Он должен пройти длинный ряд замысловатых биохимических преобразований И хотя выделяющиеся при этом газы представляются неприятными Они лишь талика меню, сопровождающего распад плоти Разлагающиеся ткани вырабатывают сотни хрупких органических соединений И каждая имеет собственные неповторимые свойства Многие из них, особенно те, что сопровождают распад плоти на средних его стадиях Гниение и вздутие Обладают, несомненно, неприятным запахом Можно сказать, вонью Диметилтрисульфид, например, пахнет гнилой капустой Масляная кислота и триметиламин Смесью блевотины и тухлой рыбы Еще одно вещество, индол, запахом напоминает фекалии Впрочем, в небольших количествах индол обладает изысканным цветочным ароматом Какому позавидовали бы производители парфюмерии Гексанал, выделяющийся как на ранних, так и на поздних стадиях разложения Напоминает запахом свежескошенную траву Тогда как аромат бутанола сравним скорее с запахом опавшей листвы Аромат распада можно описывать до бесконечности Как букет хорошего вина И поскольку если у смерти чего и хватает Так это сюрпризов В определенных условиях он может проявляться совсем неожиданно Так, как вы этого никак не ожидали Ступайте осторожнее, доктор Хантер Предупредил идущий передо мной Уэллен Промахнетесь ногой мимо настила и провалитесь сквозь потолок Он мог бы и не напоминать Я поднырнул под низкую стропильную балку Каждый раз внимательно выбирая место, куда поставить ногу Необъятный чердак превратился в духовку Полуденная жара словно накапливалась под кровлей из сланцевых пластин А медицинская маска мешала дышать нормально Резинки от защитного капюшона больно врезались в лицо Руки в резиновых перчатках неприятно потели Я еще раз попробовал смахнуть пот с глаз, но лишь размазал его по лицу Старый больничный чердак впечатлял своими размерами Он тянулся во все стороны, и стены его растворялись в темноте, сгустившиеся еще сильнее по контрасту с временным освещением Настил из алюминиевых щитов, перекинутых между чердачными балками, прогибался под тяжестью наших тел Я только надеялся, что балки не прогнили «Знакомы с этой частью Лондона?» — не оглядываясь, спросил Эллен Акцент полицейского инспектора выдавал в нем уроженца северных мест, скорее ближе к тайну, нежели к темзи Коренастый здоровяк лет сорока, когда мы с ним встретились примерно час назад, его вьющиеся седые волосы и борода насквозь промокли и даже немного разгладились от пота Теперь же лицо у Эллена и вовсе скрылось под маской и капюшоном белого защитного комбинезона Не очень Ну, без веской причины сюда лучше не заглядывать, да и вообще избегать Он пригнулся под очередной стропильной балкой Осторожнее, берегите голову Я последовал его примеру Даже с алюминиевым настилом перемещаться по чердаку было нелегко Толстые деревянные балки нависали над головой, казалось, без всякой системы Только я ожидаю возможности раскроить череп всякому, кто недостаточно пригнется А над полом, если его можно так назвать, тянулись старые трубы, как бы приглашавшие споткнуться Повсюду темнели кирпичные дымоходы, и часть их располагалась прямо на нашем пути Так что алюминиевым щитам приходилось каждый раз огибать их Я смахнул с лица паутину, покрытые толстым слоем пыли гирлянды паутин свисали со стропил, как изорванные театральные кулисы Пыль покрывала на чердаке все Даже желтая строительная пена в местах соединений балок превратилась в бесформенные коричневые наросты Хлопья пыли кружились в воздухе, вспыхивая в лучах полицейских ламп Глаза слезились от пыли, и я ощущал ее даже во рту, несмотря на респиратор Что-то пролетело над головой, я не столько увидел, сколько ощутил это и машинально пригнулся Однако выпрямившись, не увидел ничего, лишь темноту Приписав это воображению, я сосредоточился на том, чтобы не промахнуться ногой мимо настила Светлый круг впереди обозначил нашу цель Под яркими фонарями на штативах, на расширении настила у очередного дымохода стояла группа фигур в белом С той стороны доносились приглушенные масками голоса Полицейский фотограф снимал нечто, лежавшее у их ног Вэллон остановился, не доходя до них несколько шагов Мэм, эксперт-антрополог пришел Одна фигура отделилась от группы и повернулась в мою сторону Та небольшая часть лица, которую я мог разглядеть поверх маски, раскраснелась и блестела от пота Мешковатый белый комбинезон не позволял понять, мужчина это или женщина Впрочем, мы уже не раз работали вместе Приблизившись, я увидел, что все стоят вокруг предмета, завернутого, как в ковер, в синтетический брезент Один край этого рулона был немного размотан Из него выглядывало иссохшее, цвета сливочной помадки лицо С туго обтянутыми кожей скулами и пустыми глазницами Я не заметил очередной балки и стукнулся об нее головой С силой, от которой даже зубы лязгнули «Осторожнее!» — воскликнул Уэллон Я потер лоб Было не так больно, как неловко Хорошенькое начало Полдюжины лиц повернулись в мою сторону, бесстрастно глядя на меня поверх масок Только у женщины, которой обращался Уэллон, глаза прищурились И в уголке их сбежались морщинки Она явно улыбалась под маской «Добро пожаловать в Сент-Джуд!» — произнесла инспектор Шайрон Уорт Двенадцать часов назад я проснулся в холодном поту Рывком сел в кровати, не понимая, где нахожусь Рука моя непроизвольно ощупала живот, ожидая наткнуться на липкую кровь Однако кожа под пальцами была сухой и гладкой, если не считать давно зажившего шрама «Ты в порядке?» — Рэйчел встревоженно приподнялась на локте, положив другую руку мне на грудь Сквозь тяжелые шторы пробивался дневной свет, позволявший различить силуэты мебели не более Я дождался, пока мое дыхание немного успокоится, и кивнул «Извини, снова кошмар?» «У меня перед глазами еще темнела густая кровь и блестела лезвие ножа» «Ну, не самый страшный» «Я тебя разбудил» «Меня и всех в доме» «Наверное, на моем лице отразился ужас, потому что она улыбнулась» «Шучу» «Ты только дергался, как безумный» «Никто ничего не слышал» «Опять тот же сон» «Не помню» «Который час» «Начало восьмого» «Я как раз собиралась вставать и варить кофе» «Остатки кошмара продолжали липнуть ко мне холодным потом, когда я опустил ноги на пол» «Все в порядке, я сам приготовлю» «Натянув на себя какую-то одежду, я вышел и тихо притворил за собой дверь спальни» «Стоило мне оказаться в коридоре одному, как моя улыбка исчезла» «Я глубоко вздохнул, отгоняя остатки сна» «Все это невзаправду», — напомнил я себе «На сей раз невзаправду» «В доме царила тишина, как бывает в ранние предрассветные часы» «Громкое тиканье часов лишь подчеркивало тишину, пока я шлепал в кухню» «Толстый ковер в коридоре сменился плиткой, приятно холодивший босые ступни» «Воздух не совсем еще остыл от вчерашней жары» «А каменные стены старого дома хранили тепло бы объявлета, которым мы наслаждались последние дни» «Я накидал фильтр молотого кофе, щелкнул выключателем кофеварки и налил себе стакан воды» «Потом медленно пил воду, стоя у окна и глядя поверх садовых деревьев на зеленеющие поля» «Солнце уже встало и сияло на синем небосклоне» «Вдалеке паслись овцы, а чуть в стороне виднелась рощица, листва которой уже окрашивалась багрянцем» «Она еще не опадала, но ждать этого осталось совсем недолго» «Пейзаж напоминал картинку с подарочного календаря, на которой не может случиться ничего плохого» «Помнится, бывали места, где мне тоже так казалось» «Джейсон называл коттеджем их сани второй дом» «По сравнению с их основным огромным лондонским особняком в парке Белсейз» «Возможно, это представлялось именно так, и все же характеристика была неточной» «Выстроенный из теплого коцелдского камня, большой дом с соломенной крышей красовался бы на обложке любого журнала» «Он находился на окраине славной деревушки, пап которой украшала Мишленовская звезда, а узенькая главная улочка, выходные, была забита рейндж-роверами, мерседесами и БМВ» «Когда Джейсон и Аня пригласили нас к себе на выходные, я опасался, не приведет ли это к неловкости» «Они были моими лучшими друзьями до того, как моя жена и дочь погибли в ДТП» «Я и с Карой познакомился-то на одной из их вечеринок, они были крестными у Элис, так же, как я у их дочери Мия» «К моему облегчению, они приняли Рэйчел вполне благосклонно, но одно дело выпить вместе рюмку другую или пообедать, и совсем иное провести в обществе друг друга несколько дней» «Мы с Рэйчел познакомились полгода назад, когда я расследовал жестокое убийство в болотах Эссекса «Я боялся, что если взять ее с собой к друзьям из моей прошлой жизни, это может показаться странным, и наши прошлые взаимоотношения с Аней и Джейсоном заставят ее ощущать себя чужой» «Но все получилось хорошо, если порой я испытывал ощущение раздвоенности, когда моя прошлая жизнь накладывалась на новую, это всякий раз быстро исчезало» «Выходные прошли в прогулках по полям и лесам Коцволда, с обедами в местных пабах и долгими ленивыми вечерами» По всем стандартам это были абсолютно идиллические дни, если бы не ночные кошмары Кофеварка у меня за спиной начала булькать, и кухня наполнилась ароматом кофе Я налил две чашки, когда лестничные ступени заскрипели под чьими-то шагами Впрочем, и не оглядываясь, я знал, что это Джейсон «Привет», — произнес он под слеповато щурис про Сонья «Ты сегодня рано» Подумал, что неплохо бы сварить кофе «Надеюсь, это не страшно?» «Пока найдется чашка для меня?» «Ничего» Он опустился на стул у кухонного островка и сделал вялую попытку запахнуть халат, прежде чем его вид выйдет за рамки приличия Впрочем, даже так из-под халата выбивалась буйная растительность на груди, тянущаяся вверх по шее вплоть до бритого подбородка Заросшее щетиной лицо и редеющие волосы, казалось, принадлежали другому телу Джейсон взял у меня чашку кофе, буркнул что-то в знак благодарности Мы с ним знали друг друга еще со студенческой скамьи в медицинском колледже, задолго до того, как моя жизнь покатилась совсем по другим рельсам Я предпочел медицине непростую карьеру эксперта-антрополога, а Джейсон стал преуспевающим хирургом-ортопедом, который мог себе позволить второй дом в Коцолде Он и в колледже не любил вставать рано, и прошедшие годы этого не изменили, как и количество вина на сон грядущий Джейсон сделал глоток кофе и поморщился Не знаешь никаких средств от похмелья? Не пей много Ах, смешной совет Он еще глотнул на сей раз осторожнее Во сколько вы с Рейчел собирались ехать? Не раньше обеда Из Лондона мы прибыли на моей, так сказать, новой машине, подержанном, однако вполне надежном внедорожнике и не собирались возвращаться до сегодняшнего вечера Но при мысли, что выходные почти прошли, и о том, что ждет меня завтра, в груди возникла какая-то пустота Когда у Рейчел рейс? Поинтересовался Джейсон, словно угадав мои мысли Завтра ближе к полудню Он внимательно посмотрел на меня Ты в порядке? Да Это же лишь на несколько месяцев Все будет хорошо Знаю Джейсон решил не развивать эту тему Он встал, шагнул к настенному шкафу Достал из него упаковку парацетамола И ловким движением вытащил пару таблеток Господи, что с башкой? Простанал он, открывая бутылку минеральной воды из холодильника Запивая таблетки, Джейсон посмотрел на меня и скорчил кислую рожу Только не начинай Я и слова не сказал Вот и не надо Он вяло махнул рукой Ладно, валяй Облегчи душу А что толку? Мне ведь нечего добавить, кроме того, что ты и так знаешь В нашу бытность студентами Джейсон отличался отменным аппетитом А теперь он достиг наконец того возраста, когда излишества начали сказываться Стройностью Джейсон не отличался никогда Сейчас же набрал вес, и тело его приобрело рыхлость, дополнявшуюся нездоровым цветом кожи Однако мы только недавно начали общаться после перерыва в несколько лет И мне не хватало духу поднимать эту тему, как я сделал бы раньше Я даже обрадовался, что Джейсон завел разговор первым На работе напряг Он передернул плечами и посмотрел в окно Урезание бюджета, дежурство, действует на нервы Порой я думаю, что ты поступил правильно, уйдя из профессии Я выразительно обвел взглядом его красиво обставленную кухню Но ты тоже не бедствовал Ты знаешь, о чем я И потом талии у меня, возможно, шире нормы Но я ведь не подсел на кокаин или что-либо еще Уверен, твои пациенты благодарны тебе за это Мои, по крайней мере, пока живы Похоже, юмор к Джейсону вернулся Поглаживая живот, он направился к холодильнику Как насчет сэндвича с беконом? Мы с Рэйчел уехали после лэнча Джейсон приготовил воскресное блюдо, шкворчащее говяжье ребро, с которым он справился просто замечательно А Аня испекла на десерт меренги Она настояла, чтобы мы захватили несколько штук с собой Вместе с парой толстых ломтей жареного мяса Зато вам не придется заезжать в магазин Заметила она, когда я попробовал отказаться Я же тебя хорошо знаю, Дэвид Стоит Рэйчел уехать, как ты перестанешь готовить Или вообще будешь обходиться тем, что найдешь в холодильнике А на омлетах долго не проживешь, поверь мне Я не живу на омлетах, возразил я Хотя и сам не слишком-то верил в это Аня отозвалась на это со спокойной улыбкой Ну тогда ты не будешь возражать насчет кое-какого провианта Всю обратную дорогу в Лондон мы с Рэйчел почти не разговаривали Вечер был замечательный Поля Коцелда пестрели изумрудными и золотыми красками Деревья с приближением осени тоже начинали желтеть Однако призрак ее завтрашнего отлета будто незримо присутствовал в машине Отравляя нам удовольствие Это лишь на три месяца, промолвила Рэйчел, словно продолжая беседу И Греция не так далеко Я знаю Греция не так уж и близкая, но я понимал, что она имеет в виду Прошедшим летом Рэйчел сознательно отказалась от шанса Продолжить карьеру океанолога в Австралии Предпочла остаться со мной, поэтому мне не следовало возражать против временной работы в Эгейском море И лететь туда всего четыре часа Ты всегда можешь приехать ко мне на выходные Все в порядке, Рэйчел, правда Мы уже давно решили, что этой работой она должна заниматься без помех Твоя работа, тебе нужно лететь Будем видеться каждые несколько недель Понимаю Просто не хочу расставаться Я тоже не хотел Подозреваю, Джейсон и Аня Скорее именно Аня Пригласили нас к себе именно поэтому Хотя бы немного отвлечь нас от мыслей о расставании Впрочем, избежать их сейчас мы уже не могли Редактор субтитров А.Семкин